Центр профессиональной подготовки Главного управления МВД России, расположенного в Расторгуевской части города и носящего имя Героя России Валерия Тинькова, в этом году исполняется 57 лет с момента образования. Учебное заведение начиналось с летних классов в Ногинском районе. В 1965 году школа перебралась в Расторгуево, в помещение Свято-Екатерининского монастыря. 10 лет сотрудники и слушатели ютились в монастырских стенах, монашеские кельи которого были приспособлены под учебные классы. В 1975 году состоялось открытие нового учебного комплекса «Школа милиции», которое к тому времени имело статус областной. В честь этой даты 1 октября на плацу центра состоялся торжественный смотр и награждение сотрудников и курсантов. Товарищ начальник Главного управления внутренних дел Российской Федерации по Московской области, генерал-майор, учебный центр построен до празднования 57-й годовщины, докладывал полковник полиции Кузьмин. На плацу учебного центра профессиональной подготовки Главного управления Министерства внутренних дел по Московской области в парадных колоннах выстроились курсанты и преподаватели. Начальник управления генерал-майор полиции Виктор Пауков поздравил всех с 57-й годовщиной образования центра, поблагодарил за успешную службу. Курсантам он пожелал, чтобы те знания и навыки, которые они приобретают в центре, успешно притворялись в их самостоятельной службе. За 57 лет существования в стенах центра прошли обучение более 25 тысяч сотрудников полиции Кузьмин, в том числе и 2 тысячи сотрудников социальных подготовлений. Многие из выпускников несут службу на ответственность в руководящих должностях. В этот торжественный день были награждены преподаватели центра, которые помимо профессиональных знаний воспитывают в курсантах трудолюбие, самостоятельность и творческую активность при выполнении поставленных перед ними оперативно-служебных задач. Эти важные качества привили им ветераны, на счету которых не только преподавание в центре, но и большой послужной список. С 1978 года по 1992 год служил в рядах вооруженных сил в Советской армии. Потом с распадом Советского Союза уволился, но так как был уже имел юридическое образование, был приглашен на работу в следственном управлении Подорского возраста. И там три года боролся с преступностью как мог. Курсанты и сотрудники центра, расположенного на территории Ленинского района, участвуют в общественной жизни муниципалитета. Охраняя правопорядок на культурно-массовых мероприятиях. Я хотел бы пожелать вам спокойной службы, карьерного роста, удачи во многих ваших делах. Я очень благодаря руководству центра, что многие годы мы вместе делаем общее дело на благо Ленинского района и города Ленина. Перед собравшимися на плацу учебного центра, слушатели первого курса специального подразделения выступили с показательными фрагментами ведения боя, продемонстрировав ловкость, умение и силу. Я от всей души хочу поздравить наш командный преподаватель состав Ленинского района и слушателей с днем центра учебного, которому исполнилось 57 лет. Желаю всем достичь высокого профессионального уровня, чтобы служба у них была направлена на достижение целей, стать офицерами, стать генералами и так далее. Чтобы были они надежными защитниками нашего народа. Людмила Медведева и я Адамия, Елена Кушнева, Видное ТВ.